Лебедь, диковинная рыба, кит, подставки, цветы и корзины. Удивительные работы принадлежат талантливому ученику школы искусств поселка Нижнеевкино. В чем необычность и сложность техники лозоплетения, расскажет Милана Поварницына. Сейчас Игорь Тружков плетет основание лебедя, у которого потом вырастут крылья, хвост и голова. Юный мастер уже представляет, как будет выглядеть птица из лозы. В будущем конфетница. Красота плетеного изделия, созданная теплом человеческих рук, вдохновляет ученика. Мне всегда нравились плетеные изделия, я всегда хотела научиться сам плести. Очень красивые и сейчас очень любят такие изделия, особенно в городах они ценятся. Потому что своими руками сделают? Да. Здесь главная техника плетения. Чем быстрее, тем лучше получается. И, конечно, союз пылкого ума и фантазии. Игорь Тружков знает это, как никто другой. Он занимается лозоплетением пять лет. На самую первую корзину ушло несколько дней. Теперь он создает простое изделие всего за час. А также плетет и сложные цветы, и диковинную рыбу кита. Сегодня старшеклассник уже победитель всероссийских и международных конкурсов по народному искусству. Красота земли российской, урожай талантов, уральская радуга звезд. Открылся талант в Кировской глубинке благодаря мастеру на все руки, Владимиру Баталову. Он очень гордится достижениями Игоря. Он занимался музыкой, на фортепиано играл. То есть у него руки развиты, пальчики развиты. Поэтому плетение у него получается как бы само собой. Соответственно, интерес возрастает, и работа легче идет. Но он работает очень кропотливо, старается, очень внимательно. И практически вот то, что он сейчас делает, это, можно сказать, сам все сделал. Правда, ему еще есть куда расти. Игорь только выбирает прутья, но сам пока не собирает. А заготовка в лозоплетении самая сложная. Нужно, во-первых, ходить, искать и срезать прутья. Обычно на одну корзину в несколько тысяч уходят прутьев. Из них нужно выбрать примерно две сотни. Из которых уже потом выбираются самые лучшие прутики, одинаковые, чтобы они были. Это самое главное. Красота еще изделия зависит во многом от того, какие прутья. Игорь Тружков мечтает стать врачом. Лозоплетение – это любимое хобби на долгие годы, как и для многих других ребят. В этом году школе искусств поселка Нижнеивкино исполняется 20 лет. Сегодня в ней работает пять отделений. Хореографическое, инструментальное, вокальное, театральное. В декоративно-прикладном занимаются, как шутит сам преподаватель, рукоприкладством. Ну а если серьезно, то ребята здесь учатся не только лозоплетению, но и резьбе, и росписи по дереву, выпиливанию лобзиком и даже инкрустации дерева металлом. Причем во многих изделиях комбинируются разные техники. Это просто развитие самого ученика. Когда он пилит лобзиком, родители сказали, что научился писать лучше. В детский садик ходит подготовительная группа или первый класс. Когда они уже рисуют очень хорошо, почерк вырабатывается. То есть не просто работа как такова, а еще развитие самого ученика. В перерывах же ученики делают игрушки, а потом принимаются с новыми силами за работу. Возможно, в этом и есть секрет создания таких удивительных изделий в школе искусств Нижнеивкино. Милана Поварницына, Руслан Быкасов, Вести, Кировская область.